Телеканал Гродно Плюс запускает рубрику «Ко дню города. Славные и почетные». В ней горожане, чьи имена внесены в Книгу Славы, и кто удостоен звания почетный гражданин нашего города, расскажут о своей жизни и достижениях. Наш первый герой – Нина Ивановна Дашко, заслуженный тренер Беларуси, главный тренер хоккейного клуба «Ритм». В Книгу Славы внесена в 2008 году за высокие спортивные достижения и личный вклад в развитие и популяризацию спорта Беларуси. Это, наверное, моя жизнь. Уже сколько лет работаю. Играла, была игроком, теперь тренером. Так что это, наверное, где-то с 15-14 лет я в спорте, а тренерской карьере больше, наверное, 30 лет. Я даже не считала и считать не хочу. Девочки, которые ушли от нас уже несколько лет, по 10 лет, по 3 года, по 4 года, к ним юлик на тренировку уже приходят их маленькие дочки. И это очень интересно, потому что те же фамилии получаются. И они с интересом тренируются, и мама приходит к ним на тренировки, приходит на игры смотреть, как они играют. И я думаю, что это действительно очень интересно. Я за собой замечаю, что мне как-то уже немножко больно смотреть, когда мяч попадет им в тело, в ноги. Как им это больно. Раньше это я не замечала и, естественно, кричала, что ты там корчишься, ну и так далее. А сейчас уже как-то вместе с ними тоже больно. У нас мало праздников, потому что у нас постоянно игры, особенно вот эти и выходные дни, и праздничные дни мы все время играем. Мы обычно празднуем, когда мы завоевали кубок, когда мы завоевали звание чемпиона страны. Это для нас праздники. Новый год праздник, 8 марта для нас тоже праздник. А так в основном мы все только на играх. Я думаю, что именно с поколения к поколению передается вот этот дух, дух победителей, дух чемпионов. Вот мы потому и в 25 раз чемпионы страны. Очень много изменений и в технике, и в тактике, в физподготовке. Все время и девочки, и я, и мой помощник Ольга Шентарь, мы все время совершенствуем подготовку. Потому что все растет, все изменяется, и все движется вперед, и стоять на месте тут даже некогда. Тут все время работаешь, работаешь, работаешь над совершенством. Когда выиграли наши девочки чемпионат Европы по индор-хоккею, тоже, наверное, очень большой такой успех был. И, наверное, непередаваемая радость и девочек, и нас, потому что мы тоже как бы немножко частицу внесли в эту победу. Так что, я думаю, до сих пор вот эта радость, вот эти улыбки, вот эта радость за девчонок, как они радовались этой победе, наверное, до сих пор в памяти. Знаете, они, наверное, уже привыкли к этим и климатическим условиям, и судейским ошибкам. Да, иногда срываются, иногда кричат, иногда мы кричим. Вот я вот с кубка приехала, до сих пор не могу постановить голос свой. Ну, вот как раз вот эти игры, тренировки, и как раз мотивируют и закаляют. Закаляют характер, закаляют силу духа, потому что куда дальше? А почему? Почему мы должны выступать? Почему мы должны кому-то, кому-то даже идти на их эмоции? Нет, мы, надо, надо сильнее быть, сильнее быть. Если сильная команда, значит, ее ничего не может пошатнуть. Я просто помню, когда просто приехала первый раз в Гродно, уже в качестве тренера, вот, и Алла Гресь уехала в Москву защищать проект своих тренировок. И я осталась, это уже второй или третий день был моих тренировок. Вот мы как раз с девчонками играли в футбол, и они между собой что-то так немножко поссорились, начали, да, там, пинать друг друга. Вот, а я сначала не поняла, потому что у нас в команде такого не было, а тут на тебе, как бы, и выяснили какие-то отношения. Вот, ну, и там все больше и больше, больше превращалось это, как бы, немножко в драку. Ну, я села, сижу, не знала, что делать. Вот, а потом они, как бы, наверное, помнились. Я сказала девочке, все, тренировка закончилась, хотя мы только-только ее начали. Вот, а почему? Я говорю, все, все, не, 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 вот. И ушли мы с тренировки, я пришла домой, конечно, очень сильно переживала, а потом они все командой пришли ко мне и начали просить прощение. Вот, и меня это как-то немножко задело, как-то немножко тронуло, думаю, ну, значит, есть команда, значит. А я только пришла и хотела, значит, сразу уезжать, думаю, не, не справлюсь я с этими девчонками, но их. Вот, а потом, когда вот они все пришли, мы где-то сейчас переговорили, обсудили, вот, остались. Вот, и я, наверное, потому и осталась в команде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова